Глубко, уважаемый Михаил Дмитриевич, Амир Гусеевич, уважаемые коллеги, несмотря на парадоксальность, предложенного организаторами названия сообщения, мы понимаем, что, тем не менее, критериями обоснованности любой цветоредуктивной операции является безопасность, в первую очередь, которая определяется частотой и степенью послеоперационных осложнений и 90-дневной летальностью, а также эффективностью, которая определяется частотой рецидивов, безрецидивной выживаемости, общей выживаемостью пациентов. Что нам позволило согласиться на это сообщение? Это у нас опыт, ну, сейчас уже больше 120 больных со злокачественными поражениями брюшины. Я говорю про циторедуктивную операцию, в первую очередь, это, конечно же, больные с псевдомексомой брюшины, мезотелиомой и меньшей с колоректальным раком. Что касается циторедукции, то последняя опубликованная работа по повторным операциям больных с псевдомексомой, она включала 85 больных, и, учитывая определенные периоды развития, возможности оснащения клиники, то часть больных, около 45%, были оперированы на начальных этапах с интероперационной фотодинамической терапией, 35% с гипертермической химиотерапией. Сейчас по научным протоколам мы набираем опыт с аэрозольной внутребрюшной химиотерапией, и пяти больным выполнена просто циторедуктивная хирургия. Заболеваемость в последнее время считается псевдомексомой брюшины, которая относится к орфанным заболеваниям, достигает 4 резиктабельных случаев на миллион населения, а учитывая население нашей страны и те немногочисленные центры, в которых концентрируются эти больные, то это представляет достаточно большую проблему, эти больные есть, и их надо лечить. Я не буду говорить про псевдомексомой брюшины, Максим Ильянович про это уже рассказал. Единственное, с хирургической точки зрения хотелось бы сказать, что основными мишенями, учитывая движение ток внутри брюшной жидкости, перистальтические движения, это являются малый таз, дугласовое пространство, естественно, большой сальник и правый купол диафрагмы, который практически у большинства больных приходится делать резекцией диафрагмы. На классификации опухоли аппендикса я также останавливаться не буду. Единственное, хотелось бы подчеркнуть, что в последнее время термины мукоцелия и муцинозная цистоденома уже не употребляются. Это всё относится к муцинозной опухоли аппендикса, низкой степени злокачественности. Про это тоже уже Сергей Сергеевич говорил. Классификация псевдомексома брюшина. Она относится основана на целлюлярности муцина. Выделяют бесклеточный муцин, нет опухолевых клеток. Муцинозная карцинома брюшины нескольких степени злокачественности, небольшие скопления клеток, низкодифференцированная муцинозная карцинома брюшины и низкодифференцированная муцинозная карцинома с перстневидными клетками, перстневидно-клеточным компонентом. Мы выполняли нескольким больным циторедукцию при перстневидно-клеточном компоненте и могу сказать, что не получили удовлетворение ни мы, ни сами больные, к сожалению. Золотым стандартом считается, вот как бы всё равно, что бы вы ни говорили, золотым стандартом считается в лечении больных псевдомиксомобирюшины циторедуктивной операции с гипертермической интероперационной химиотерапией. Однако мы понимаем, что это очень тяжёлая методика с агрессивным интероперационным компонентом, и следуем двум парадигмам, что не следует превращать лечение болезни в ещё более тяжёлое испытание, чем сама она, если это не даст действительно реальную помощь при отдалённых результатах, и нужно соблюдать отношение между качеством жизни и полнотой циторедукцией, чтобы вот это нарушение качества жизни после учитывая торпидное течение псевдомиксомы не нарушило качество жизни больного. Ну и, естественно, только клинически обоснованный случай, то есть отбор больных. Об этом же говорят данные наших коллег из Института по изучению злокачественных поражений брюшины в Бесинстоке, к которым обратилось почти 3000 человек, но оперированы были всего лишь 1200. Из них 80% больных с псевдомиксомой, на всю группу удалось получить полную циторедукцию у 72% больных, и максимальное удаление опухоли было выполнено у целых 25% больных, несмотря на отбор. Ни достаточно большое количество эксплуатативной лапаротомии с биопсией, то есть и в этих случаях при, казалось бы, не очень агрессивном течении болезни решать всё-таки важнее, чем оперировать. Циторедуктивные операции мы рассматриваем 5 основных этапов. Это первое – экстраперитениальное выделение париэтальной брюшины, то есть максимальная мобилизация париэтальной брюшины от диафрагмы до малого таза и с двух сторон до забрюшинного пространства без её повреждения, ревизии санации брюшной полости, определение PCI и оценка выполнения или циторедуктивной операции в оптимальном объёме или максимальное удаление опухоли, что важно для использования или неиспользования других каких-то интероперационных противоопухолевых агентах. Циторедукция – это субтотальная париэтальная перитоноктомия, парциальная висцеральная перитоноктомия и висцеральная резекция, гипертермическая внутрибрюшная химиотерапия, воздействие на оккультные опухолевые депозиты или остаточные участки опухоли диаметром величиной не больше 2,5 мм, учитывая проницаемость цитостатика при этой методике. Ну и в конце заключительный этап – это реконструкция, это наложение анастомозов, устранение повреждения пешки, десероза и всё остальное. На этих слайдах представлено начало операции, которая заканчивается вот такой полной мобилизацией правой париэтальной брюшины, купол, в котором содержатся внутренние органы. Вот это маленькие дефекты, которые получаются при повреждении париэтальной брюшины, мы ушиваем, чтобы не было издлития муцинозного ассито. Вот операция, которая выполнена 2 недели назад, больная вчера выписалась. PCI, по данным КТ, был 23. КТ-PCI при ревизии 21. Резекция диафрагмы. Мы выполняем то, о чём я говорил. Здесь мобилизация из-за брюшиного пространства, в данном случае справа. Видите, правый мочеточник, правая подвздошная артерия. Париэтальная брюшина смещена влево, и то же самое происходит с обратной стороны. И малый таз после перитоноктомии. В данном случае была выполнена правосторонняя гемиколоктомия, потому что невозможно было сделать просто аппендоктомию с резекцией купола или без неё. Резекция диафрагмы, экстерпация матки с придатками. Удаление большого, малого сальников, холецистектомии, внутрибрюшная гипертермическая химиотерапия. Слава Богу, получилось вчера обсудили лоу-грейд. Степень злокачественности больная выписана. Здесь представлено удаление поражённых тканей. Это всегда, естественно, сальник. Мы удаляем тремя блоками брюшину, от диафрагмы до малого таза справа, слева. И тазовая перитоноктомия, при которой с удалением матки, с гистерректомией, потому что полноценно тазовую перитоноктомию без этого сделать сложно. Ну или если матка была уже удалена, то без неё. И вот здесь вы видите причину всех этих бед – опухоли червеобразного отростка. На этой, как я уже сказал, получилось так, что у нас есть три группы больных. Это больные с фотодинамической терапией и гипертермической химиотерапией. И больные просто с хирургией при компактном синдроме с PCI больше 30. И здесь показано, что в группе гипертермической химиотерапии большее количество висцеральных резекций печени, мочевого пузыря, диафрагмы, спленоктомии, экстерпации матки с придатками, потому что выполнять гипертермическую химиотерапию мы выполняем только при получении оптимальной циторедукции – CC0, CC1. Структура операции – это у всех, естественно, париэтальная перитоноктомия, частичная перитоноктомия, удаление сальника резекции или экстерпация. В случае, и вот этот вопрос, что делать, аппендектомию или правостороннюю гемикулактомию, мы считаем, ну и как в последнее время тоже считается, что при распространенном проценте, при PCI больше 20, например, достаточно произвести аппендектомию, если это возможно, поскольку больше риск распространения опухоли по брюшине, а не по брюшейке правой половины на ободочной кишке, резекции диафрагмы, как я уже сказал, правого купола, в большинстве случаев с пленоктомией, ну и экстерпацией матки с придатками. Гипертермическая химиотерапия. В 70-х годах интерперитеральное введение при раке яичников. В 60-х годах внутрибрюшное попытки введения при рефракторных асцитах. Откуда взялась гипертермическая химиотерапия? Одновременно изучалась гипертермия просто в лечении опухолей. Ну и вот успехи и там, и там, как бы привели к тому, что в 95-м году Пол Шукбекер описал впервые цитерапию на операцию с хайпеком при псевдомиксоме брюшина. Это цитостатики, которые наиболее часто используются и требования к ним. Аппаратура для гипертермической химиотерапии. Мы используем СанЧип, производство Гамидотех, с одноразовыми наборами. Методика, открытая методика Колизеума с закрытым перфузионным контуром. Используем тот же ранорасширитель Томпсон. И вот посмотрим на результаты, потому что название доклада – оптимальные показания при распространенном процессе. Вот показаны здесь результаты количества больных, средние PCI, осложнения. Осложнения практически у всех одинаковые. И интересна работа Бенхаима с авторами. Он выделил две группы больных. Они оперировали 184 больных с PCI до 20, 61 после. Средний PCI получился 28. И, соответственно, осложнений в этой второй группе, 46% два раза больше, чем в первой. И высокая летальность – 8% в этой же самой группе. Какие осложнения больше всего мы встречаемся при циторедуктивной операции? Это воспалительное осложнение, атеритемиды нагноения и раны дегестивные, несостоятельность, толстонкие кишечные свищи, респираторная система. Недавно было исследование из 58 больных, в которых сообщалось, что реинтубации в операционной после этих операций произведены у 12%, больных трахеостомии – у 8%. Мы с этим как-то не сталкивались. Рассокое количество венозных тромбоэмболических осложнений, ну и гематологические осложнения, связанные с проведением химиотерапии. И вот преддикторы осложнений. Это в первую очередь продолжительность операции. Вот о чём я говорил, вот этот пример тоже 10 часов шла операция. Это высокий анестезиологический, хирургический риск. И, естественно, высокий, почему это всё происходит, это высокий индекс перитоминального карциноматоза, больше 21. К этому же относятся резекции толстой кишки. Понятно, что возникает риск развития или осложнений, несостоятельности анестезиологии, или выведения элеостомии. Эффективность. Здесь вот показана частота рецидивов, в частности, в рамках группы РЕНАП. 24% рецидивов на 200 на 948 больных, причем 196 появились в первые 5 лет, 30 после 5 и 10 после 10, но выживаемость 80% практически у больных без рецидивов и 63% у больных с рецидивами. А вот Лорд, эти коллеги тоже из Бейсингстока, говорят о выживаемости, общей выживаемости, 91% у больных без рецидивов, 79% у больных с хирургически-лечными рецидивами и 64% у больных без хирургии рецидивов. И вот с другой стороны, PCI-0,16, 3 осложнения всего лишь 4,6%, общая выживаемость 92%. Предикторы рецидивами, предикторы рецидивов псевдомиксом брюшина считаются, опять-таки же, высокие значения PCI, высокие показатели достоверности, повышение онкомаркеров, СИА-19-9, РЕА, СИА-125, неоптимальная циторедукция и хай-грей, злокачественность опухоли или деморфную опухоль с кишечной формой. Ну, неодевантная химиотерапия, говорит, о том же распространённости процесса. Частота осложнений у нас 18% на всю группу больных, естественно, выше в группе CCI-0 оптимальной циторедукции и циторедукции с гипертермической химиотерапией, потому что мы бы хотели получить оптимальную циторедукцию. Структура осложнений в сочетании с, естественно, у нескольких больных, это и внутрибрюшные крючения, перфорации тонкой кишки. И вот интересная такая таблица, к сожалению, для нас в группе с гипертермической химиотерапией мы получили три осложнения пятой степени, то есть три летальных исхода, они были все разные. Это персистирующие язвы тонкой кишки, это панкреонекроз, это и панкреонекроз, и сепсис. Но они были получены вот в группе больных с PCI-20, 22 и 24. То есть с такого большого распространения процесса нам удалось сделать оптимальную циторедукцию, но, к сожалению, это привело вот к летальному исходу. Здесь представлен алгоритм лечения больных в северной сумме брюшины, полярные такие, как бы, при PCI меньше пяти, которые получены по данным. Мы основываемся на данных КТ-PCI, у нас разработана такая методика. Вот, мы делаем для диагностики процесса лапароскопию. У больных с PCI больше 30, с компартным синдромом выполняется дебалкинг-хирургия, в основном заключающаясь в удалении сальника и перитоноктомии париэтальной. Они потом идут на химиотерапию. И вот оптимальные группы – это все-таки пациенты с PCI до 20, у которых возможно получить, в большей степени возможно получить оптимальную циторедукцию, при которой мы выполняем гипертермическую химиотерапию. Данные наши, это последний слайд практически, PCI в группе с гипертермической химиотерапией был 19, у 90% добились оптимальной циторедукции, осложнения у 24%, летальность, как я уже рассказывал, рецидивы 13%, общая выживаемость 86,5-летняя, 0,6%, в отличие от группы с ФДТ, в которой она состояла 65,2%, общая летальность на всю группу 3,5%, и в заключении понятно, что оптимальные показания при распространенном псевдомиксоме – это отбор больных, в первую очередь, которые обеспечивают эффективность, безопасность. Они зависят от распространенности процесса, поражения висцерального листка брюшины и степень излокачественной опухли. Важное значение имеет продолжительность болезни и количество предшествующих операций, которые объективно затрудняют выполнение оптимальной циторедукции. Ну, соматический статус, кривые обучения, опыт – это всё понятно. Ну, а если сказать вот заключение, то, конечно, наибольшая, самая такая благоприятная группа больных с псевдомиксомой брюшиной, которым помогла собственная болезнь – это или холецистит, или там разрыв яичника, или аппендицит, при котором идут на операцию, не связанную, не зная, что там есть псевдомиксомы, и вы их находите при минимальных распространенности. Вот у нас есть нескольких таких больных, продолжительность жизни у них мы им делали всё равно. Тем не менее, мы им делали максимальный объём ЦТ-редукции, с гипертермической химиотерапией. Они живут 15 лет. Спасибо за внимание.